Радио передача предназначена для слушателей старше 12 лет. На площадке Усоль-Химпрома начался демонтаж последнего химически опасного производственного объекта. В здании цеха 94 были размещены емкости с отходами 3-го и 4-го классов опасности в твердом и газообразном состоянии. За два года остатки опасного производства в Усоль-Сибирском ликвидированы, и теперь здесь запланировано строительство экотехнопарка, который обеспечит новыми рабочими местами жителей города. В Иркутской области за год объем легального майнинга увеличился на 26%. Об этом рассказал председатель правительства региона Константин Зайцев на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, за последние годы стало больше новых центров обработки данных и меньше доступных электрических мощностей. Власти при Ангаре попросили выделить майнинг цифровой валютой в отдельный вид экономической деятельности, что позволит обеспечить его налоговое и тарифное регулирование. В регион пришла непогода. В некоторых районах порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Произошло повреждение нескольких воздушных линий электропередачи. Без электроснабжения остались 45 населенных пунктов. Без света были 16 тысяч жилых домов, школы, больницы и детские сады. По оперативным данным повреждено 9 опор в Нижнеудинском, Нукутском, Осинском, Усюдинском и Черемховском районах. В правительстве Иркутской области и муниципальных образованиях организовали круглосуточное дежурство руководящего состава. Итак, Андрей Шутов, начальник пресс-службы главного управления МЧС по Иркутской области, сегодня в нашей студии. И вот с ним мы и побеседуем более подробно о последствиях непогоды. Андрей, добрый день. Добрый день. Итак, об ухудшении погоды стало известно заранее, но мне, например, смс-ка там пришла, что все. Вот как готовились к этому событию? Ну, какие меры обычно превентивные принимаются в таких случаях? Ну, Евгений, начнем с того, что прогноз, который мы получили еще в пятницу утром, он был доведен до всех глав муниципальных образований. Мы различными способами решили, ну, не решили, а проинформировали население о предстоящем непогоде, которая просто наступает перед выходными днями. Вот, это понятно и социальные сети, и официальные источники средств массовой информации. Но мы хотим, мы прекрасно понимаем, что не до каждого можно достучаться, поэтому мы обратились к старостам населенных пунктов и главам поселений, чтобы эту информацию размещали как можно больше в социальных группах, такие как Вайбер, например, там у них группы есть во всяких населенных пунктах, чтобы люди были готовы к непогоде, готовы были к, значит, одновременным отключениям электроэнергии. Вот, и практика вот уже с 2014 года, когда из-за перехлёста проводов у нас и в Черемхово погорело больше 50 домов, тогда было принято решение об таких примитивных мерах, как отключение электроэнергии. Потому что мы прекрасно понимаем, что в отдаленных населенных пунктах еще существуют открытые линии электропередач, когда при ветре в 25 метров в секунду идет перехлёст проводов, искры падают на землю и возникают пожары. Главное, что тут говорится, сухая трава, но чаще всего как раз горят постройки, которые находятся внизу, потому что мы прекрасно понимаем, что электрические провода идут все-таки в населенных пунктах. И вот эти превентивные отключения, которые главы делали при помощи сетевых компаний, мы прекрасно понимали, что как продвигается циклон, даже в нашем телеграм-канале мы специально открыли комментарии, чтобы люди видели, как циклон передвигается с Тайшета идет, и все ниже и ниже до Иркутска доходит. И люди делились своими комментариями, своими эмоциями, своими фотографиями делились о непогоде. И мы прекрасно понимали, что как только наступает циклон, точнее главы видят тоже, читая все эти комментарии, они понимали, что циклон все ближе подходит к ним. Пора выключать. Пора выключать, да, потому что в любом случае, про которых мы опоры говорим, про что упали, в любом случае, если бы они упали, если бы провода были включены, то искры это раз. Во-вторых, мы не исключаем того, что люди могли находиться где-то, и люди могли попасть под удар электротоком. Ну, то есть, получить определенное поражение электрическим током. Поэтому эти меры принимались. Как бы и гений, мы с вами не боролись с непогодой, если мы говорим про паводки, мы можем какие-то превентивные мероприятия проводить, то есть, там, рыхлить лед, рубить там, я не знаю, много... Чернить его. Да, совершенно верно. С каким еще непогодой мы там можем связываться, там, ну, с другими, там, с природными явлениями, то именно с ветром, и вот с этим вот, с такой вот сильным, точнее, ветром, ну, к сожалению, мы не научились бороться, поэтому мы можем только всего лишь на все минимизировать ущерб и принимать вот эти профилактические мероприятия. А в каких городах повреждения были наиболее сильные? Ну, в городах, конечно же, таких повреждений не было, потому что мы говорим о том, что в крупных городах, таких как Ангарск, Иркутск, например, или другие там, Усоли, конечно же, сети, они более сделаны закрытого типа, выполнены из бетона, но, однако, вот в таких районах, как Золоринском районе, там, в районе, то есть, все происшествия, по которым электрические столбы падали, конечно же, все-таки это в районах. Ну, и не исключаем, что и город Иркутск под отключение попал, то есть, там есть, мы говорим о том, что есть ветки деревьев, которые падают сверху, то есть, здесь мы не можем исключить, то есть, вроде опора хорошая, и все, ну, ветки вот этих деревьев, и рекламные щиты, и большие, ну, значит... Деревья большие. Деревья большие вот этих баннеров, которые вот эти полотнища, которые взлетали, улетали, отрывались, вот они тоже становились причиной разрушения, ну, или, точнее, замыкания электропроводки, поэтому какой-то город выделить, что он хуже всех пострадал, или, например, лучше всех, конечно, невозможно, потому что во всех городах было, к сожалению, мы констатируем факт, что люди, когда попадали под аварийное именно отключение, когда провода именно пересекала, они почему-то не звонили в едино-диспетчерскую службу, то есть, на 112 никто не звонил, не звонили сетевым компаниям, просто ожидали, ну, наверное, окончания непогоды, и когда непогода закончилась, люди недоумевали, почему нет электричества. То есть, и мы, когда звонили в едино-диспетчерские службы, спрашивали, звонили местные жители того или иного населенного пункта, ни одного звонка от них не поступало. То есть, ну, может быть, люди просто были готовы к тому, что непогода просто пройдет, да и пройдет, но один из моментов. А второй момент, что просто люди надеялись, что все устранят сами. Поэтому всегда, когда есть определенное отключение электроэнергии, мы советуем в любом случае звонить на едино-диспетчерскую службу, чтобы диспетчер понимал, какая улица попала под отключение или какой населенный пункт отключен. Потому что, когда включались вот эти поэтапно, идут включения, если в каком-то населенном пункте есть замыкание, точнее, аварийное отключение именно по трансформатору, например, то вся сеть, цепочка не включается. И начинает искать, откуда же, где слабое звено. Ну, а если никто не сообщил, соответственно, идти не могу. Совершенно верно. Я хотел спросить, понятно, что я смотрел социальные сети, ну, там и областных властей, и муниципальных. Вот все выходные прошли в том, что энергетики, коммунальные службы, они устраняли последствия вот этого вот урагана, убирали ветки, ставили там остановки на место и так далее. Где-то там светофор даже упал. Вот сейчас есть ли у вас данные, что где-то еще, ну, или света до сих пор нет, или какие-то другие нерешенные проблемы еще сохранились вот по состоянию на понедельник на сегодня? Ну, Евгений, здесь вопрос все-таки локального отключения. Вот я просто знаю, что несколько жалоб нам приходило заявление с Камутовского муниципального образования, что несколько улиц находилось, ну, находятся в настоящее время, ну, находилось на утро под отключение, то есть еще в воскресенье. Вот. Но сейчас сложно сказать, потому что в любом случае мы говорим о том, что, конечно же, в понедельник утром, скажем так, вся работа и начинается движение вот этих вот всех бригад. Потому что в субботу и воскресенье это были все-таки дежурные группы. Да, они, может быть, и усиленные были, но весь процесс по включению как раз вот именно наступает именно в будние дни. Потому что во многих садоводствах, например, люди находились, приехали только сейчас домой. Может быть, кто-то вернулся, с рыбалки вернулся домой, и вот, ну, к сожалению, дома у него нет света. Поэтому в этом порядке сетевые компании работают. Было очень много отключений, и просто количество тех созданных бригад, ну, невозможно перекрыть одновременно всю, например, улицу, например, ну, или там улицы в Хомутово. Но невозможно это сделать, потому что, да, поселок сейчас разросся, то же самое в Иркутске. Но 2-6 этих бригад если создать, а если отключение будет 15-20. Но это в любом случае, каждое отключение это определенная трудозатрата, это определенное время для восстановления. Это не просто включили, подошли, розетку и пошли. Потому что электрики должны обеспечить безопасность проведения своих работ. Освободить те или иные провода, например, где-то, если ветка это преразажала, должны приехать специалисты, чтобы отрезать деревья. То есть это целый комплекс мероприятий, и за 2 секунды, конечно же, нельзя это сделать. Единственное, что хотелось бы, Евгений, дополнить здесь, что непогода прошла как раз, вот как статистика, да, мы с вами сейчас говорили за эфиром, что все происшествия случаются как раз в пятницу, субботу, воскресенье, когда люди находятся дома, когда люди находятся, ну, в различных нам местах отдыха, вот. Ну, и то же самое и здесь получилось как раз в пятницу, субботу и воскресенье. Причем мы понимаем, что до Иркутска непогода дошла, вообще было часов, наверное, ну, ближе к 11 вечера, вот. Поэтому вся непогода случалась в ночное время, то есть это сложно установить причину порыва, например, проводов. То есть ждали субботы утра. Поэтому здесь очень много моментов, которые докладываются друг на друга. И, в общем, говорят, ну, местные жители знают, вот у нас не восстановили электричество, электрики плохо работают. Да, может быть, не в электриках все-таки дело, а во времени. Просто иногда не хватает времени, чтобы восстановить, ну, быстро все, ну, всю эту цепочку электроснабжения. Ну, бригады работали, на помощь им были кинуты и различные специалисты, как и дорожные службы, и коммунальные службы для расчистки тех же самых улиц и проводов. Поэтому комплекс мероприятий, он проводился и проводится до сих пор. Я еще смотрел сегодня новости, последние. В Братске и пригородах произошел ряд пожаров. Были ли они связаны с плохой погодой, которая случилась в пятницу вечером, или они были связаны с хорошей погодой, сухой, жаркой и солнечной, которая стояла до этого всю неделю? Ну, вообще, если Евгений говорить, то в этом году, ну, не в этом году, вот на последней неделе, город Братск нам дал большой прирост по ландшафтных пожарам. То есть это пожары, тогда, как говорит, сухая растительность, трава, вот, на больших, причем, площадях. Причем мы прекрасно, кто был в Братске, он видел, как расположен Братск между микрорайонами, большое пространство, большое количество, скажем так, полей, садов, леса очень много. И, к сожалению, мы прекрасно понимаем, что когда хорошая погода, человек старается выехать на природу. Но так бывает, что наш менталитет, наверное, не готов к тому, что дается столько свободы, много свободы. И поэтому буквально на прошлой неделе мэром города Братска было принято решение о введении особого противопожарного режима, где был введен тотальный запрет на разведение открытого огня в лесу, вот, на своих приусадебных участках. Чем это связано? Тем, что люди просто, говорю, понимают неправильно. Стоит сухая, жаркая погода, нужно разжигать, сжигать поля, огонь неконтролируемый уходит в лес и происходит на больших площадях. Вот за сутки, только в четверг, в среду и в четверг, ежедневно в Братске фиксировалось по 7-8 возгораний на большой площади сухой растительности. Ни в одном районе Иркутской области такого не было. С чем это связано? С тем, что кому-то хочется поджечь Братск? Ну, конечно же, нет. Это просто человеческая безалаберность. Люди идут отдыхать, все прекрасно понимают, Братское водохранилище есть, и весь огонь, который уходил, он уходил в городские леса, именно с территории, ну, скажем так, с мест отдыха людей. Ну, что ж, мы прервемся. Еще у нас есть один блок новостей, а потом продолжим нашу беседу. Ксения, вам слово. За неделю на территории Иркутской области произошло 70 ДТП, в которых 5 человек погибли и 88 получили травмы различной степени тяжести. Среди них 16 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции по региону. Чаще всего аварии происходили из-за нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части, 16 ДТП. Также причиной аварии стали нарушения скоростного режима правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу движения. В Исольском районе закончили ремонт участка дороги, ведущей в Большую Елань. Работы шли два года, их стоимость составляла 412 миллионов рублей. Этим участком пользуются жители 16 населенных пунктов и несколько садоводств. Специалисты заменили земельное полотно, установили две водопроводных трубы, уложили асфальтобетонное покрытие. Также сделали пешеходное и барьерное ограждение, установили дорожные знаки. По просьбе жителей Большой Елани вдоль дороги установили три автобусные остановки. В Нижне-Илимском районе устраняют последствия коммунальной аварии. Она произошла на котельной, расположенной на территории участковой больницы в поселке Речушка. Там в результате деформации котла пострадали стены и перекрытия, возгорания не произошло. По информации МЧС пострадавших нет. Без отопления остались больницы и 10 жилых домов. Для работы дневного стационара и амбулаторного приема пациентов в кабинете установили электрообогреватели. На месте побывала комиссия. Решают вопрос о мерах региональной поддержки. Андрей, я хотел спросить подобные технологические, техногенные аварии. Насколько они часты? То есть явно, что вот эта котельная, наверное, в поселке Речуш, она не самая новая, наверное, была и не самая современная и безопасная. Но вот подобные вещи часто случаются, когда старые какие-то объекты технические, раз и приводят вот к таким... Ну, давайте будем честны все-таки, Евгений. Чаще всего такие происшествия случаются как раз в начале отопительного сезона. То есть, когда еще переход идет с лета на осень, вроде не сильная температура, и, к сожалению, чаще всего в этих авариях, ну, наверное, 99,9 этот человек. То есть где-то не доглядел, где-то не перекрыл, вовремя не обслужил. То есть сама техника по себе, она же не может просто разрушиться то, что, ну, как бы ей стало скучно, или там, я не знаю, привлечь внимание, да. Ну, вот, в любом случае, конечно же, человек. Поэтому в вот этом поселке Речушка сейчас проводится проверка в отношении должностных лиц этой котельной. Проводится разборка, установка нового бурдумя, потому что мы прекрасно понимаем, что еще неделя-вторая, и температура опустится ниже желаемой, которой бы мы хотели это услышать или увидеть. Поэтому зима у нас не за горами, поэтому органы власти местного самоуправления делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить и работу этой котельной, чтобы и больница заработала в нормальном, потому что сейчас обеспечение идет на автономном электрогенераторе. Вот, еще нужно подключить 10 домов. Поэтому работы очень много. Вот, еще и надо успеть за короткое время сделать это все. Ну, потому что в Нижнелимском районе похолодает пораньше, чем в Иркутске, например. Совершенно верно. Причем, как говорили, да, зима пришла неожиданно. Вот здесь то же самое. Поэтому все аварии, которые у нас случаются на котельных, чаще всего, конечно, происходят из-за ошибки персонала. Ну и, как еще отмечал, в начале отопительного сезона. Потому что, ну, скажем, когда самый разгар отопительного сезона, скажем так, тогда уже второй фактор. Это низкие температуры, тогда, когда техника работает на износе, значит, на пределах своей возможности. Ну и, конечно же, тоже здесь самый факт, чтобы проглядели, вовремя не отремонтировали или не восстановили ту или иную сеть. Я еще хотел, знаете, вернуться к теме. Вначале новость была про майнинг. Я хотел, ну, то есть там была новость про то, что пытаются легализовать все-таки. Я хотел про явно нелегальные схемы, которые там в сараях, в жилых домах, ну и, в общем, прочих объектах, которые, ну, явно не предназначены для такой деятельности. Как часто там бывают проблемы, которые касаются вас и на которые специалистам МЧС приходится выезжать, выезжать, тушить там, ну и устранять другие какие-то катаклизмы. Да, Евгений, ну, если еще года 2-3, 2-3 года назад мы выезжали примерно 2-3 раза в неделю на такие пожары, то сейчас все-таки мы говорим о том, что, ну, в среднем раз, наверное, в неделю нам приходится тушить такие пожары. Пожары четко перешли из жилых домов в гаражи, в садоводство, то есть в хозяйственные постройки. Больше ушло, наверное, из города в район, потому что оплата электроэнергии все-таки здесь бьет коммерсанта, который хочет пытаться заработать. Вот. Ну и самое, самое немаловажное, что люди, которые пытаются заработать так себе какую-то, ну, скажем так, прибыль определенно сделать, ведь они же вредят другим людям, на самом-то деле. Вот. Я знаю, что во многих сейчас кооперативах автомобильных, в гаражных боксах на ночь отключается электричество, дабы исключить добычу вот этого майнинга. Председатели понимают прекрасно, что на их плечи такой груз большой ложится, что оплатить нужно, причем, и за все гаражи, и плюс за него, за товарища, разницу. Поэтому председатели принимают решение правильно, вырубают рубильник. Ну и здесь второй момент есть. Буквально в субботу был пожар в гаражном кооперативе в городе Устилимске. Как раз причиной пожара стало, ну, послужило короткое замыкание провода, который входил в гаражный бокс, где находилось большое количество майнингового оборудования, причем, наверное, скажем так, чуть ли не в промышленном объеме, но, по словам хозяина, было все отключено, потому что он понимал, что на ночь отключается, и все майнинговое оборудование находилось, как в законсервированном виде в коробках стояло. Но председатель говорит, что когда он его включил, как бы в электричество, точнее, сторож, который включил в 6 утра, там, ну, около 6 утра, что все было хорошо. Ну, вот как раз именно в гаражном боксе, где находилось майнинговое оборудование, произошел пожар. Сейчас, в настоящее время, проводится проверка по факту пожара, что же послужило перегрузкой электросети или сами вот эти майнинговые оборудования, либо система охлаждения, которая была установлена там. То есть сейчас проводится проверка. Это детектив прямо. Совершенно верно. Вот. И во многих пожарах, когда наши пожарные приезжают, просто вот наши пожарные приезжают, сами тушат пожар, и нам сообщают. То есть у нас нет такого понятия, как майнинга. Но, к сожалению, мы работаем вместе с сетевыми компаниями, нам интересен такие, скажем так, белые места на карте, где еще у нас существует этот майнинг. Вот. И каждый раз мы просим пожарных, начальников, караулов сообщать нам ту или иную информацию, где содержится майнинговое оборудование. И, о боже, когда приезжает туда дознаватель МЧС России, начинает проводить проверку, а майнинга уже там нет. То есть владелец дома прекрасно понимает, или там гаража, садового участка, что ему грозит большой штраф от сетевой компании, там различные другие проверки. Зачем привлекать себе внимание? Проще это оборудование вытащить, спрятать, перепрятать. И когда пожарные говорят, да как так-то мы были, там стояло много, там, ну, порядка 10-15 майнинговых вот этих вот машинок. Когда приехал дознаватель, потому что многие пожары все-таки в ночное время происходят, дознаватель приезжает там через час-полтора на пожар, а уже этого оборудования нет. То есть и владелец говорит, что тут не знаю, что случилось с причиной пожара, почему-то вот провод перегрелся, заходит в гараж, а там в гараже, ну, пустой гараж. И такое тоже бывает. Поэтому расследование мы в настоящее время проводим, и вот эта фото- и видеофиксация, которую иногда наши пожарные со службы пожаротушения проводят, она чаще всего является доказательной базой для, ну, установления истинной причины пожара. Ну, и, видимо, потом последующих действий Энергосбета, которые потом назначают тариф уже промышленный и взимают его с потребителя, который пытается по домашнему тарифу оплачивать вот эти вот расходы. Если возвращаться к теме непогоды, я думаю, нам всем приходит сообщение от МЧС, но мы иногда думаем, это ничего страшного. А как часто на самом деле прогнозы ураганов или других природных аномалий случаются? Ну, это вопрос, конечно, к небесной канцелярии, как это часто бывает. Мы прекрасно должны понимать, что если стоит теплая, хорошая погода, то на смену ее обязательно должен прийти холодный фронт. И вот эта разница между теплым и холодным всегда сопровождается сильными ветрами. Есть очень много ряд народных примет, да, то есть если мы говорим затишье перед бурей, то есть вот эти вот моменты, мы должны прекрасно понимать, что если мы это все почувствовали, увидели, то понятно, что на синоптиков можно надеяться, да, увидеть прогноз, прочитать прогноз. Сейчас очень много приложений в интернете, по которым мы можем просто, ну, увидеть карту, как передвигается тот или иной циклон. Но все-таки чаще всего, вот в деревнях, в поселках, люди надеются все-таки на какие-то народные приметы. Это люди пожилого возраста начинают жаловаться на боль в суставах и так далее, тому подобное. Но мы должны прекрасно понимать, что нет определенной цикличности. То есть вот 10 октября будет сильный ветер. Нет, абсолютно нет, конечно, такого момента. Но все-таки надеяться на прогноз и на приметы нужно, и не игнорировать это. Знаете, я еще один вопрос хочу спросить. То есть в любом случае в вашей работе есть сезоны, но сезон там паводков, например, сезон лесных пожаров, к примеру. Вот сейчас какие вызовы именно в этот сезон в работе спасателей? Наверное, все-таки мы остановимся на одном таком риске сейчас. Это понижение среднесуточных температур. Первое, это чаще начинают гореть садовые дома. Люди начинают интенсивно топить печи, электрические сети устанавливают обогреватели, начинаем протапливать свой дом. И мы с вами видим, что в дневное время температура плюсовая такая плавающая температура, особенно за последние недели, так просто радовало, до плюс 20 доходила температура. А в ночное время температура опускается. И как раз люди приезжают с работы, температура была днем хорошая, на ночь нужно включить обогреватель, ложаться спать. И, к сожалению, так чаще всего бывает, что в ночное время происходят пожары. И второй немаловажный момент, это становление льда. То есть это закрытие навигации на реках. То есть вот эти два основных риска пожары и, скажем так, вода. И даже сегодня нас выдал прогноз, иркутские метеорологи выдали прогноз по установлению льда на Братском водохранилище. И если сравнивать даты, то буквально на неделю раньше лед будет становиться на Братском водохранилище. То есть мы понимаем, что в ближайшее время будет температура опускаться, будет образовываться лед. И еще один из рисков со льдом связан, это, конечно же, осенние каникулы. Когда ребятишки в начале, точнее в конце октября, в начале ноября остаются одни дома, родители идут на работу, они выходят погулять, идут на карьер, пробовать, как на самом деле этот тонкий лед. Вы не поверите, это не только дети делают, но и взрослые. В прошлом году двое рыбаков утонули у нас в Хомутово, тоже решили проверить на прочность лед, первый осенний, и провалились, и никто им помочь не мог, потому что вода очень холодная, и буквально две минуты, и люди оказались в смертельной ловушке. Вот эти два, наверное, основных риска, которые у нас существуют. Но мы не забываем, что люди и ходят в турпоходы, это вот буквально недавно вытаскивали мы отца с сыном из Тафалари, из Нижнеденского района, они перевернулись. То есть люди рискуют, конечно же, пытаются последние деньки, вот эти вот осенние теплые деньки достать, отдохнуть. Но чаще всего как раз вот эти вот хочу отдохнуть, они перебразуется какую-то в трагедию или в опасность. Ну потому что есть определенные... Сезоны туристические. Сезоны, да, по которым мы говорим, что чем ближе к зиме, тем эти риски начинают возникать. То есть человек, если летом попал в беду, то он может прожить при температуре, при дневной, там, ну, неделю, две, там, три-четыре, то в ту же самую ситуацию, если он попадет в октябре, в ноябре месяце, шансов выжить у него, конечно, гораздо меньше. Ну что ж, я благодарю участников нашей сегодняшней программы, нашего эфира Андрей Шутов, руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Иркутской области, моя соведущая Ксения Фролова. Я на этом с вами прощаюсь. Эфир для вас вел Евгений Павлов. Это была программа «Семь дней». Спасибо, всего доброго.